В эфире «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня заведующий отделением сосудистой хирургии Рязанского кардиодиспансера Сергей Грязнов. Скажите, пожалуйста, увеличилось ли количество пациентов с атеросклерозом в настоящее время? В настоящий момент, несмотря на отпускной сезон, то, что очень много жителей нашей области отправилось отдыхать, количество пациентов увеличивается с атеросклерозом, причем с атеросклерозом и артерии конечностей, и с атеросклерозом, поражающих артерии головной мозг, питающих головной мозг, и кардарные артерии, которые питают сердце. Очень много врачей и пациентов с острыми тромбозами, артерии конечностей, с анализмами аорты. Несмотря на профилактику и профилактические работы с пациентами в районных больницах, заболевание, к сожалению, растет. И, естественно, количество пациентов также возрастает. Вот какую конкретно профилактику проводит Рязанский кардиодиспансер, расскажите. У нас в диспансере существует диспансерно-консультативное отделение, где пациентам при первичном осмотре объясняют меры профилактики, которые надо проводить при данном заболевании, при данных патологиях. И непосредственно в отделении сосудистой хирургии, выполняя большое количество консультативных операций, естественно, с каждым пациентом проводится профилактическая работа в мерах, которые они должны принимать сами. Мало, чтобы врачи-хирурги что-то восстановили, так скажем, поставили новый сосуд, пустили кровь в другом направлении. Еще очень многое зависит от самого пациента. То есть пациент должен обязательно принимать те таблетки, которые им рекомендует доктор. Естественно, нужно снижать или совсем прекращать количество выпуленных сигарет в сутки. При атеросклерозе курение вообще не противопоказано. Поэтому это один из факторов, который ведет к атеросклерозу и который в конечном итоге приводит к поражению у тех или иных бассейнов. Либо это касается сосудов сердца, либо сосудов, питающих главный мозг, либо сосуды, которые питают конечности. Поэтому на всех этапах профилактика просто необходима. Давайте еще раз повторим, кроме курения, какие факторы риска есть для атеросклероза? Атеросклероза это еще не соблюдение диеты, употребление продуктов, содержащих большое количество жира. То есть все это в совокупности, к сожалению, дает. Конечно, мы не можем исключить то, что существует какая-то предположенность, какие-то генетические факторы, которые могут проводить или отводить от этого заболевания. Потому что не секрет, что есть люди, которые всю жизнь курят, которые не соблюдают диету. У них ничего этого нет. Но если есть какая-то предположенность, и люди не задумываются об этом, а еще и употребляют никотин и диаджированную пищу, естественно, все это в совокупности дает свое заболевание и заставляет пациентов обращаться к нам. Первые звоночки, на которые нужно обратить внимание. Повышенный холестерин или что-то еще? Повышенный холестерин – это один из маркеров. Один из маркеров того, что в сосудах может откладываться тот холестерин, который вызывает появление и дальнейшее развитие атеросклеротической бляшки. Если атеросклеротическая бляшка занимает больше 70% от диаметра сосуда, ну, любого локализации, там, все неважно, коронарная артерия, артерия конечностей, там, артерия, питающая головной мозг, то это уже считается гемодинамически значимым. То есть это сужение, оно уже влияет на поток крови к органу мишени. И холестерин – это один из маркеров, который мы определяем, доктора определяют во всех учреждениях лечебных в нашей области, в любых центральных районных больницах, в любых платных лабораториях. Этот маркер берется у всех пациентов. То есть, несмотря на то, что сам холестерин может быть повышен, это еще ничего не значит, что этот холестерин может способствовать развитию и появлению тербляшек. То есть это надо все в совокупности учитывать. Есть фракции холестерина, есть фракции липидов, которые тоже надо учитывать. То есть вот так вот просто по холестерину мы не можем ничего сказать. Есть ли какая статистика, вот вы операции проводите, сколько операций вы проводили, допустим, 5 лет назад, год назад и на сегодняшний момент? По статистике я могу сказать, что количество пациентов, которых мы оперируем ежегодно, оно увеличивается. И увеличивается количество именно тех больных, которые заболевают атеросклерозом. То есть всеми проявлениями этого, так скажем, злостного заболевания. Если, допустим, сравнить предыдущий год и 2014, то есть 2015-2014 годы, то за 2015 год мы сделали на 150 операций больше пациентам, которые страдают атеросклерозом. То есть это и сосуды конечностей, и сосуды, которые питают головной мозг. На 150 операций больше. Эти операции как открытые, так и эндоваскулярные. То есть вообще в совокупности количество операций увеличивается. Как думаете, с чем это связано? Это связано, я думаю, с тем, что заболеваемость растет. Заболеваемость растет. Но и что наиболее важно, растет выявляемость. То есть если, я думаю, в какие-то раньше года к нам обращалось меньшее количество пациентов, то есть они оседали в районных больницах, их там капали, не капали, может, проводили какие-то ампутации, то есть не проводили какую-то реконструкцию, в районных больницах это сделать невозможно, потому что мы являемся флагманом в нашей Рязанской области. Сейчас, я думаю, что просто количество обращений увеличилось. А если количество обращений увеличивается, то мы, естественно, пациентов, которые требуют госпитализации, требуют ее в отсроченном порядке, в срочном порядке, даже по экстренным показаниям, мы таких пациентов сразу госпитализируем, сразу выявляем. Даже могу сказать, что для этих пациентов существует, так скажем, зеленая дорога, зеленый свет. То есть если пациенты есть критическая ишемия, то есть пациент не спит ночью, появляются какие-то некровозные язвы на ногах, то есть таких пациентов мы кладем быстрее. То есть если пациент пришел к нам, и мы увидели, что у него действительно такая ситуация плачевная, что потребует в дальнейшем, возможно, ампутация, если мы будем бездействовать, то есть таких пациентов мы кладем в течение недели, например. То есть они госпитализируются, когда анализы сдадут для госпитализации, мы сразу их кладем. Анализы нужны обязательно для того, чтобы любое инвазивное вмешательство, оно требует того, чтобы пациент был полностью обследован. То есть у него необходимо, чтобы была группа крови, да, общеклинические анализы, биохимия там и так далее. То есть мы без этих анализов просто пациента трогать не можем. Что касается возраста заболевания, есть ли тоже какая-то статистика здесь, молодежь? По возрасту я могу вам сказать так, что в последнее время увеличивается количество женщин с этим заболеванием. Очень много сейчас женщин, которые страдают атеросклерозом, у которых болят ноги, у которых страдает головной мозг средств атеросклероза, да, и очень много пациентов, которые имеют молодой возраст. Мы сталкиваемся сейчас с больными, которые поступают к нам в возрасте вот 30 лет и выше. То есть если раньше атеросклероз был все-таки заболеванием среднего и пожилого возраста, допустим, от 50 лет, то сейчас даже появляются пациенты 35, 36, 39 лет, у которых тяжелые заболевания, тяжелые сосудистые, много сосудистых поражений, которых просто так пролечить и просто так прооперировать быстро невозможно. Вот для вас, может быть, не как для хирурга именно сосудистого, а как для врача, что такое здоровый образ жизни, расскажите? Для здорового образа жизни, я думаю, что в настоящую эпоху, в которой мы живем, это очень большое значение имеют стрессы. Стрессы тоже ведут к тому, что организм начинает работать немножко неправильно, и все системы сбиваются, и может происходить какая-то перестройка. Стрессы? Сейчас современный человек живет в постоянном стрессе. Стрессы – это что? Стрессы – это потом курение, может быть, употребление алкогольных напитков каких-то. То есть настоящий человек, он мало двигается, я считаю. Человек просыпается, едет быстро на работу, идет быстро на работу, весь день на работе получается стрессы, какие-то ситуации. И все это накапливается, и в таком вкупе вызывает определенные заболевания. Не обязательно сосудистые, не обязательно атеросклероз, не обязательно еще что-то. Но к чему-то приводит. Спасибо вам за беседу. Я напомню зрителям, что в гостях у нас был заведующий отделением сосудистой хирургии рязанского кардиодиспансера. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин